Здравствуйте, дорогая публика. Я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить в принципе за то, что есть возможность выступить в этом прекрасном зале, перед прекрасной аудиторией. И сегодня, сейчас мы поговорим о вроде такой несерьезной теме, игрушки какие-то, настольные. Но на самом деле там интересно. Тема у нас заявлена как настольные игры в Скандинавии и Древней Руси, но мы попутешествуем еще и не только по древним этим странам, но и по, в общем, другим эпохам. То есть скакнем, наверное, уже в более современность, потому что, в общем, настольные игры там все время так приходится делать. Такая машина времени по эпохам и по временам. И, наверное, начнем мы, сейчас сразу оговорюсь, чтобы никто на меня, если что, не обижался, все-таки с акцента на Скандинавию по настольным играм. Я в процессе постараюсь это пояснить, объяснить и станет это понятнее не о том, что вот у нас ничего не было, а у них там все было, просто это некая специфика источников и всего остального. Вот. Поэтому давайте мы вот с чего, наверное, начнем. С корабликов наших любимых. И начнем мы, на самом деле, с игровой, собственно, темы по настольным играм. Все мы, наверное, знаем, что лет сто назад это была некая эпоха шахмат. Шахматы были главной игрой мира, играли в нее везде, и шахматисты или историки шахмат начали, соответственно, копать тему, а что же было до шахмата, какие были другие игры и так далее. И таким образом получилось, что ряд исследователей стали изучать игры народов мира самых разных эпох. Предполагаю, что это некая эволюция игр, которая привела к этим замечательным играм, к шахматам. Вот. Но в процессе 20-го уже века и начала активной археологии у данных исследователей появилось интересное, значит, такое знание о том, что все больше и больше стало находиться в археологии неких игральных досок, которые, на самом деле, почему-то очень сильно не были похожи на современные им шахматы. Чаще всего они были с нечетным количеством клеток, то есть немножко асимметричные. И, в частности, тот самый Гокстерский корабль, который у нас обозначен здесь вот на схемке, это одна из первых и одна из очень важных находок, где была найдена двусторонняя доска. С одной стороны была игра-мельница, которую достаточно быстро идентифицировали, а другая с клеточками 13 на 13 поле была непонятна и неизвестна. Вот. Но сразу могу сказать, что долгое время вообще настольные игры были в тени других находок археологических. Ну, понятно, что когда откопали дракар, какая там доска с какой-то разметкой? Дракар. Или там, когда откапывают какой-нибудь меч, о, меч там, все здорово. То есть, в общем, долгое время настольные игры были так это, довольствовались там третьими, четвертыми, пятыми местами. Но время шло, и современность, вы знаете, настольные игры в нашей жизни сейчас достаточно важное значение имеют. Дошло время, собственно, и до настольных игр. И вот, в частности, здесь вот показана реконструкция этой доски. Сверху как раз то самое не очень понятное поле. И снизу поле для мельницы. Вот. Почему это важно, именно эта находка? На тот момент Гарольд Мюррей, один из историков шахмат, известнейший человек, он шахматист был, что важно. Он как раз именно хотел изучить историю шахмат, и поэтому изучал все предыдущие игры, создав один из первых энциклопедических таких изданий, посвященных играм. И, в частности, на теме именно этой игры он, что называется, запнулся и стало крайне интересно. Что же это такое? Что это за игра? Вообще, с чем ее едят? И так далее. Но тут нам нужно теперь сказать несколько о другом. Как вы знаете, что помимо досок у нас есть еще игровые фишки. В большом количестве, всякие разные. Помимо досок часто стали находить фишки, которые, к сожалению, тоже очень часто были, ну не то что в тени, а в плену наших, опять же, понимание, что вот шахматы это здорово, а все остальное это что-то было давно. Потому что стали находить комплекты, где была одна центральная фигурка, типа король, большая фигурка и так далее. И, условно, обычные шашечные игры, которые нам поняты, какие-то круглые, в общем, разных форм фишечки. Но со временем это тоже стало вызывать вопросы. Что это за игра такая? Почему у нее такие странные фишки? И вообще это ни на что не похоже. Ни на шашки, ни на шахматы, где все фигуры разные. И так далее. И тут, на самом деле, нам помог случай. Случай, дай бог, просто каждому, потому что очень часто игры и вообще, в принципе, археологические какие-то находки, они, ну, безмолвные частично. Приходится что-то додумывать, приходится что-то, значит, изобретать. А тут у нас появился по настольным играм в Скандинавии один, единственный, самый главный документальный источник. Внимание, именно документальный. То есть это не наши какие-то интерпретации находок или обрывочные сведения и всевозможные мифологии, саг и так далее. А именно нам повезло тем, что шведский естествознатель Карл фон Линней в 18 веке, в веке развития науки, путешествовал по Лапландии, современной Финляндии. И как настоящий ученый записывал, вел записки и записывал все, что видит, прям как Акын, все записывал, что происходило. Зарисовывал там обычаи, костюмы, какие там травы, кто что ест и так далее. И однажды нам уже повезло, что во время своей вот этой экспедиции он был в одной из деревней Лопарей. Лопари — это, собственно говоря, такие племена, которые жили там по побережью, достаточно замкнутые. Но ему повезло, он попал на праздник. Там было много всего интересного. И в частности, мужчины во время праздника достали кожаные олени шкуры, разложили их. Там было вышито поле, и, достав фишки, стали азартно во что-то играть. Карл фон Линне, не будь дураком, взял, подошел, поинтересовался. Но самое важное, что он сделал, хотел сказать, дай бог ему здоровья, но он давно умер. Ну, в общем, спасибо ему на этом. Он взял не просто узнал, что за игра, например, какое-то название. Он взял и просто, вот как надо делать ученому, он сделал все, чтобы мы узнали, как играть в скандинавскую игру Хнифатафл. Но на тот момент он назывался таблут у лопарей. Он зарисовал поле, зарисовал, значит, как выглядели фишки. Он записал полностью правила. В общем-то, сделал серьезную такую научную работу. И благодаря нему мы имеем вот тот самый документальный источник на одну из главных, собственно говоря, игр в Скандинавии, Хнифатафл. И издал потом свои записки. В 1732 году, внимание. То есть игра до нас не дошла буквально совсем чуть-чуть. То есть еще в 18 веке в нее, в общем, вполне себе в живой природе могли играть люди. Причем недалеко от нас, которые находятся. Вот это важно. Потому что через некоторое время другой ученый, тоже путешествуя по этому региону, тоже сказал, что есть какая-то игра, описав в общих чертах то же самое, что представлено здесь. Но, к сожалению, он правила не записал, ничего не зарисовал. Но он записал название этой игры. Внимание, как бы думали, как она называлась. Называлась она «Московиты против шведов». Кто бы мог подумать. То это нам сразу дает отсылку к Древней Руси. Вообще, в принципе, связи нас и в древности, и уже, извините, 18 век на дворе, а там какие-то московиты против, в общем, каких-то шведов. Что довольно интересно. Вот, к сожалению, да, правила он не записал. Но мы, что мы имеем? Мы имеем, в общем-то, некий просто уже документальный источник с правилами конкретными для игры. Шашечно-шахматного такого типа, которая была на территории Европы и не только повсеместно. То есть это некое семейство игр, распространенное до шахмат практически везде. От берегов Ирландии, Исландии, Британии, не знаю, там даже частью в Европе ее находят. До, в общем, наших с вами пенатов, там до Севера Руси, Старая Ладога, Новгород, и там Рюриковое городище, Гнездово нашу любимую, опять же. Там тоже, в общем, находят повсеместно фишки, иногда, если везет, поля, которые так или иначе нас относят именно к этой, собственно, игре. Ну, давайте я в двух словах, кто не знает примерно, что за игра и вообще как в нее играть, так, без деталей, а потом мы пойдем именно по исторической части. Значит, как вы видите, в центре у нас... Так, сейчас... Ой, не то. В центре у нас здесь трон, то есть в серединке, вы видите, да, такой крестообразный. Это, собственно, там, где стоит король. Вокруг него защитники. Защитников всегда в два раза меньше, чем нападающих. Нападающие обозначены, вот, собственно, по периметру центра. Это второй игрок. То есть здесь, на самом деле, кто-то может подумать, что здесь пять игроков, да, с четырех сторон, плюс серединка какая-то. Нет, это игра на двух человек. Вообще, большинство древних игр были дуальные. То есть они были на двоих человек. Вот. И, в общем, в чем суть, что в центре это король одна сторона, с четырех сторон это нападающая вторая сторона, и цели у игроков разные. Цель нападающих у нас состоит в том, чтобы короля захватить. А цель короля, ну, скажем так, не убежать, наверное, чтобы его не обижать, что он трусливый. Ну, в общем, прорваться из этого центра и либо добежать до угла клеток, там есть разные варианты правил, либо добежать до края поля. То есть, в общем-то, вырваться из некой осады, в которой он оказался. Так можно примерно представить, как выглядела внешне эта игра. Как я уже упомянул, вариантов правил возможных много, потому что есть много вариантов полей. Поля находят, опять же, повсеместно, и они идут где-то от поля 7 на 7, везде нечетные, до стандартных полей 9 на 9, 11 на 11, 13 на 13, и далее там до 19 на 19. В общем-то, такие поля в том числе и есть. Что говорит именно о семействе игр? А семействе игр чаще всего говорит о их очень большой популярности. То есть, везде все играют, и со временем эта игра обретает некую свою специфику. Мы играем так, а мы играем так, а у нас поле такое, а у нас сякое. В общем, таким образом, мы знаем про главную игру Скандинавии, хнифатафл, в общем-то, многое, но далеко не все. Теперь давайте немножко перенесемся к Древней Руси. Опять же, у нас есть находки похожей игры. Здесь есть спорные мнения о том, что, ну, возможно, это все-таки был хнифатафл тот самый, а возможно, это была какая-то другая игра. Мы можем сейчас, конечно, только гипотетически говорить о том, что, скорее всего, на Руси эту игру знали под названием тех самых легендарных тавлеев. Это одна из версий. То есть, многие, наверное, слышали слово тавлеи или тавлея по ряду источников самых разных. От, не знаю, записи церковных соборов, например, какой-нибудь стоглавый собор порицал игру в тавлеи и вообще ее запрещал. До, например, нашей, собственно, родной русской мифологии, дошедшей до нас, например, с былинами. Ну, былины, на самом деле, они изначально назывались старины, где цикл, наверное, времен Владимира «Красно-солнышко», это 9-10 век, описывает много всяких историй с богатырями, что они там делают, защищают наши рубежи. И в том числе там часто упоминается, что какой-нибудь богатырь играет с противником в какие-нибудь тавлеи золоченые или в тавлеи немецкие. То есть, в общем-то, у нас есть некие обрывочные, значит, варианты именно по Древней Руси, что у нас была эта игра. Теперь давайте по находкам. Находок, в общем-то, тоже вполне себе достаточно. Например, там Старая Ладога, там поле 13 на 13. Гнездово упомянутое. Там есть, скорее всего, даже ирландский вариант игры, 7 на 7 поле. Найдено было не так давно с Сергеем Юрьевичем Каеновым. И очень радостно как раз то, что археологи со временем и вот сейчас уже стали больше обращать внимание и в том числе на игры, не только на мечи. Мы их тоже все любим, мечи, щиты или там шлемы, но и на игры. Это просто важно. Они показывают в том числе, что вот у нас Гнездово, это где у нас? Это рядом со Смоленском. А там, в общем-то, скорее всего, вариант ирландской игры Брандуп. Это тоже из семейства Хнифатафла, которая очень сильно похожа на оформление таких же игр из бирки, где просто напросто сравниваешь какие-то там элементы декора этой игры и думаешь, может быть, это один и тот же мастер делал. А может быть и нет. Но тем не менее, очень похоже. Поэтому на самом деле на Руси эту игру знали и, скорее всего, знали хорошо. И, скорее всего, это была та самая игра из этого самого семейства игр. Я просто сейчас не обладаю достаточно количеством времени, чтобы сказать о другом влиянии. У нас еще были греки под боком с Византией. И от греков к нам, возможно, пришла тоже самая игра из этого семейства. Потому что, как вы думаете, был ли у этой игры какой-нибудь знатный предшественник? Потому что игра действительно очень хорошая, она интересная, она сбалансированная. В общем-то, и оказывается, да, был. Древнеримская империя та самая имела игру, которая, ну, не то что напрямую, но, по крайней мере, в результате эволюции от нее эта игра скандинавская произошла. То есть у римлян была игра Ludus Latrunculorum, или, коротко, Latrunculi. Она была не такая совсем, там с двух сторон были фигуры, в общем-то, игра игралась по-другому. Но принцип игры, захват игры, в общем-то, все ходы в основном были похожи. Вот. И считается, что германцы, которые активно служили в Римской империи, могли эту игру римскую утащить в свое время куда-нибудь там себе за Рейн, или потом дальше, может быть, на Север, или еще где-нибудь как-нибудь она распространилась. И уже с эпохой викингов той самой, или даже чуть раньше, она уже вместе с яростными скандинавами на дракарах приплыла уже в виде другой игры, вот той, которую мы, собственно говоря, видим. И, опять же, благодаря экспансии очень активной, в том числе, наверное, мы и находим большое количество досок, большое количество фишек везде абсолютно, и на Руси, и, в общем, почти по всей Европе. И это касаемо основной игры скандинавов, такой военной игры. Теперь давайте посмотрим, что же у нас еще было с точки зрения игр на Руси и в той же самой Скандинавии. Перед вами такой почти Петроглиф. Долгое время вообще не понимали, что это такое, когда еще настольные игры были, не очень понятно. Это Изборск. Там есть такое каменное, в общем, плато, что ли, в общем, какая-то каменная такая часть, на котором выбито изображение мельницы. Это, в общем-то, игра вообще, о ней можно очень долго говорить. Это что-то такое международное, если так можно выразиться на тот момент. Ее находят вообще везде. По эпохе сейчас даже не скажу вам, но от каких-нибудь ступеней египетских храмов до развалин Трои, до деревянных досок из Новгорода. У нас есть целых две с этой игрой мельницы. И, в общем-то, даже, например, в Китае ее находят, на Ближнем Востоке, везде практически. Игра называется «Мельница». В европейской средневековой традиции ее называли «Девять пляшущих мужчин». Это, в общем, что-то такое. Несколько квадратиков один в другом. Там есть иногда разные разметочки на поле, но в целом она выглядит вот так, вот таким образом. И, внимание, это у нас из Борск. Кто-то, видимо, для того, чтобы экономить, не знаю, или просто приходить в какое-то общественное место, выбили себе эту на плите игру, приходили с камушками, садились, в общем-то, в нее играли. Там принцип такой, что надо расставлять камушки и делать мельницу, то есть выставлять три камушка в ряд. Тот, кто выставил три камня в ряд, такой некий вариант древних крестиков-ноликов, он может снимать фишку соперника. Вот. Но вот, например, дальше, если мы посмотрим на этом же, рядом с этой же мельницей в изборске, есть вот такая вот замечательная игра. Долгое время, опять же, не знали, игра это или нет. Такой вот треугольничек. Вот. Считается, что это тоже такой вариант простейшей мельницы. Очень такой упрощенный, где, по сути, всего три фишки есть. И мы там тоже их выставляем три в ряд. Но, если мы смотрим эволюцию игр в международном формате, то это на самом деле народно-зимбабвийская игра Яматуту, если я не ошибаюсь, которые в Зимбабве чуть ли не до сих пор играют. И вот, черт подери, а как она вообще в изборск заехала? Или, может быть, все ее знали? Но мы этого пока не знаем. Может быть, когда-то узнаем. Но, тем не менее, в общем-то, проникновение игр могло быть очень самым разным. И из разных регионов, и из разных эпох. Но зимбабвийская игра под изборском, я думаю, это довольно интересно. Так, теперь давайте дальше. Какая же у нас еще была игра популярная у скандинавов? Хотя, считается, все-таки она чуть более позже, чем эпоха викингов. То есть она, скорее, стала популярна после эпохи викингов. Хотя вы понимаете, что эпоха викингов — это не что-то такое, что вот ее объявили или потом сказали, так, все, эпоха закончена, всем до свидания. Нет, она продолжалась, и, в общем-то, скандинавы, скорее всего, подрезав ее где-то в другом регионе, играли в такую игру, которая называется, может быть, многие, кстати, знают ее, называется она «Дальдоза» или «Далдоз». Это, как ни странно, вроде, видите, да, похоже на кораблик. Но на самом деле это действительно игра. Она выглядела в виде кораблика. И, внимание, это, в общем-то, родственная игра современным нардам. Как это ни странно выглядит. То есть это игра гоночного типа, где надо фишечками бегать, в общем, по полю, по определенной траектории. Но в отличие от современных нард и очень многих игр гоночного типа, здесь не надо быстрее соперника куда-то добежать и там вывести фишки. Здесь нужно срубить все фишки из соперника. Кто первый это сделает, тот, собственно говоря, победит. И, в общем-то, на этом игра заканчивалась. Теперь, внимание, как эту игру вообще, такая небольшая ремарка, как ее смогли обнаружить? У нас, видите, деревянное поле. В общем, деревянные поля обычно хуже сохраняются. Но нам повезло, вот как с Карлом Линнеем, второй раз. А именно эту игру обнаружили в живой, так сказать, природе уже в 20-м аж веке, даже после войны. И было это таким образом, что один из шведских ученых несколько раз находил, в общем-то, комплекты этой игры, просто неполные, и не мог ни у кого узнать, как в эту игру играть, что это вообще такое, потому что чаще всего, видимо, дети ее растаскивали на игрушки или фишки терялись, и где-то был кораблик, где-то были кости от кораблика, где-то были фишки недостаточно. В общем-то, он в отчаянии искал, как же ее разгадать, что это за правило, что это за игра. И когда уже отчаяние, видимо, подошло окончательно, он просто взял и дал объявление в газету. 100 шведских крон тому, кто что-то знает про вот такую вот игру. Объявление, к сожалению, долгое время было без ответа, но, внимание, через несколько, чуть ли не лет, по-моему, года через два, ему приходит, по-моему, письмо из Дании, где говорится о том, что, о, а у нас тоже есть, в общем-то, такое поле, оно, правда, чуть больше, длиннее, но, в общем, тоже колышки вставлены, какой-то кораблик. Но после этого нам повезло еще больше. Через некоторое время обратилась там через третьи руки женщина, жившая в далеком, значит, отдаленном, не знаю, глухом каком-то углу, то есть там в каком-то маленьком фьорде, в какой-то небольшой ферме, жила пожилая женщина, которая сказала в итоге, что да, у меня есть комплект, и мой дедушка когда-то научил меня в нее играть. Ну, наверное, Эврика, крикнули ученые, в общем, побежали к ней и вживую смогли, что называется, вот из уст в уста у человека расспросить, что это за игра и как в нее играть. То есть это была прямо удача, которую потом, кстати, эту игру еще, по-моему, один или два комплекта тоже нашли, и, в общем-то, правила были в 20 веке восстановлены, хотя игра, в общем, может датироваться, ну, наверное, 12-13 веком вполне себе смело. Вот. Игра, кстати, веселая, азартная и крайне популярная, видимо, была, потому что, если я не ошибаюсь, в современном норвежском языке есть слово, которое можно перевести как типа «заигрался в дальдозу». Означает оно следующее. Либо ты проигрался в пух и прах и всем задолжал, либо ты забыл обо всем на свете и бросил все дела. В общем, видно, что игра была азартная и, возможно, в нее играли на деньги. Вот. И теперь давайте опять из Скандинавии бросим мостик в Древней Руси. А было ли у нас что-то подобное? И смотрим Новгород. Доска. Видите, тоже характерно заточенный, как у кораблика, один из кончиков этой доски. Разметка немножко отличается от того, что было в Скандинавии, но в целом есть ненулевая вероятность и, в общем, гипотеза вполне себе такая нормальная, о том, что в Древней Руси, это 12-13 век, если я не ошибаюсь, в Древней Руси, в частности, в Новгороде, как в торговых воротах Древней Руси, в общем, в эту игру вполне себе играли и знали. Потому что у нас есть даже не одна, а целых, вот это она же, кстати, и обратите внимание, с обратной стороны та самая мельница. Вот видите, да? И у нас есть вот справа еще одна доска, тоже так же характерно заточенная в виде некого кораблика с похожей разметкой по количеству, например, там по бортам с одной и с другой стороны ставились фишки. Вот. И мы можем предположить, что в Новгороде вполне себе могли знать эту игру и, возможно, иметь какую-то свою региональную там специфику, может быть, по правилам, по всему остальному. Вот. Вот, кстати, это же поле, видите, но она прям очень похожа. Более того, там в игре, видите, вот здесь внизу игральные фишки четырехгранные кубики. Не знаю, если современно их назвать, это D4, то есть там четыре грани. Они тоже очень похожи на находки в самых разных местах. Эти находки уже вот в России есть там и в Рязани, если не ошибаюсь, и в Новгороде, и в некоторых других местах, которые в том числе отсылают о том, что в эту игру наши с вами предки вполне себе могли играть. Была ли она скандинавская, собственно говоря, или там международная, или чуть ли не древнерусская? Мы этого, на самом деле, точно не знаем. Скорее всего, прослеживается корни все-таки скандинавские. Но, я думаю, ничто не мешает нам эту игру сделать своей. Почему нет? Вот у нас есть находки. Но мы еще об этом поговорим чуть дальше. Давайте. Сейчас мы еще про находки поговорим. Да, вот, собственно говоря, это, по-моему, старая Ладога. У нас есть еще и свой такой замечательный артефакт в виде доски. Скорее всего, для того же самого Хнифатафла, про который мы говорили, вот таблу Тлинея по его дневникам. Это поле 13 на 13. Найден фрагмент доски. Не целый. Но, в общем-то, скорее всего, и по игровым фишкам, и по полям она тоже отсылает на то, что мы вполне себе играли в самые модные настольные игры того времени. И, возможно, были бы чемпионами, если бы мы проводили какие-то турниры. Ну, и еще хочу сказать одну интересную вещь, связанную, в принципе, с настольными играми и Скандинавии, и Древней Руси, и, более того, даже эпохи, предшествующие эпохи викингов. А именно, кстати, вот Клим Саныч Жуков даже когда-то в знаменитых видеороликах о эпохе викингов рассказывал, что однажды, там, после войны, на острове Саарима, это совсем недалеко от нашего северо-запада, там, территория Эстонии, мне кажется, сейчас, были найдены два корабля. Это был, кстати, ну, практически клад с точки зрения археологии. Была сначала найдена небольшая досочка, лодочка, где было похоронено несколько человек. Сам корабль сгнил, там остались от него заклепки. Люди лежали в несколько человек без особых атрибутов, но когда начали копать рядом, а рядом нашли настоящий еще дракар, достаточно большой, и вот он был просто завален трупами в несколько рядов. Значит, там было огромное количество оружия, мечей, топоров, щитов. Более того, умершие были специальным образом сложены в несколько рядов. Сверху у них были положены каким-то образом щиты. И, в общем-то, захоронение было с каким-то серьезным уважением к погибшим. Но, что важно для нас, кто занимается именно настольными играми, в том, что все, вся эта лодка была просто усыпана, усыпана фишками, скорее всего, для хнифатафла, то есть вот для той самой игры, про которую мы уже сказали. Более того, ряд фишек было с узорами, отсылающими к какой-то скандинавской мифологии. Там были характерные с рунических камней части изображений и так далее. Но самое важное, значит, когда индексировали, изгумировали там все эти остатки, оказалось, что в самом богатом убранстве и в самом почетном месте в центре лежат два скелета. Один скелет взрослого мужчины, а другой скелет молодого, ну, не знаю, мальчика, подростка. И у подростка во рту лежала фишка. Возможно, ну, если мы так реконструируем или пофантазируем на тему того, что же там произошло на берегу до эпохи викингов лет почти за сто, что какой-то отряд, в общем, скандинавов, например, нарвался на такой же отряд, не знаю, каких-нибудь датских викингов или, может быть, наших каких-то славянских, в общем, там, прибалтийских, племен, что это было не очень понятно. Ну, и в процессе схватки, в общем-то, один из отрядов погиб, но был с честью похоронен. Но единственное, тут, конечно, такой, знаете, момент, кто играет в Книфатафл и знает, вообще, в принципе, если вам фигурку короля, которую надо захватить, если вам ее положили в рот, в общем-то, на самом деле, интерпретировать это может довольно по-разному. С одной стороны, может быть, это почетно. Вот ты король, вот тебе там, значит, фигурка. Предыдущий автор, я полностью согласен, говорит о том, что не надо с современным нашим понятием оценивать, что же было до этого. Но, с другой стороны, возможно, это, наоборот, такой некий не совсем хороший жест, что ты король, вот тебе там, значит, и в зубы дали ему эту фишечку. Но, тем не менее, просто это говорит о том, что еще задолго до эпохи викингов, ну, не задолго, но, в общем-то, за какое-то время, когда она именно стала достаточно активной, на территории, которая прям напрямую примыкает к нашей, в общем-то, есть вот такое захоронение, где этих игральных фишек огромное количество. Если я не ошибаюсь, сейчас их уже там обработали достаточно, ну, несколько лет назад, по-моему, в 2008 году. Их там, по-моему, под 200 штук. Вот. То есть, возможно, там было много комплектов. Некоторые самые смелые фантазеры говорят о том, что, возможно, перед битвой они сели поиграть, и, значит, одна из сторон проиграла, и, в общем, их потом после этого там весело зарезали. Но мы не знаем, на самом деле, или что там было, повторюсь. Вот. И, опять же, если мы немножко прыгнем сейчас по эпохам и по территориям, все вы знаете, да, например, остров Линдесфарн, да, монастырь святого Кутберта, и тот самый год, когда в 793 году, в общем, скандинавы наведались на этот монастырь, охарабили его, и, в общем-то, таким образом положили начало эпохи викингов. Внимание, не так давно, несколько лет назад, на территории самого монастыря была найдена стеклянная фишка, у меня ее тут сожалеет, она очень красивая, вы ее наверняка в интернете сможете найти, она такая голубая, из голубого стекла, с короной в виде таких кругленьких шариков, такая полукруглая, вот. Очень красивая, замечательная. Она найдена прямо на территории монастыря, и, внимание, по датировкам, там, я уж не помню, то ли контекст на охотке был, то ли еще что-то, ее четко датирует практически вот чуть ли не вот этим 793 годом. Мы, опять же, вспоминаем, что, возможно, это самое... Причем, возможно, в нее играли и викинги, которые приплыли, их там это ограбить, либо играли, в общем-то, какие-то предки тех же самых германских племен, которые могли до этого прийти в Британию, собственно, там прекрасно несколько сот лет уже жить до викингов, которые потом приплыли там из Норвегии, из Дании, грабить эту самую Британию. И те, и те были германцы, я напомню, ну, в основном, вот. Но я к тому, что мы имеем, в общем-то, вполне себе такие интересные элементы, вплетенные вот именно в исторический контекст, в некие вот времена, эпохи и пространства, и там, и там везде есть, вот, собственно говоря, эти интересные фишки, поля и так далее. Вот. Но сейчас мы с вами пойдем дальше, и, внимание, вообще скакнем в ваш 18-й век, ой, какой 18-й, 19-й век. И, смотрите, это у нас карта, Мишка, это вот где мы, видите, он в Крыму стоит ногой. Значит, это карта времен Крымской войны, где против России, в общем-то, была, так назовем современным языком, была агрессия ряда государств. В общем, некоторые называют, ученые ее там нулевой мировой, или там предмировой войной. В общем, Российская империя на тот момент вошла в противоречие с Британской империей, в общем-то, главным колониальным, собственно, государством, да, всея мира на тот момент. И против нас была развязана, в общем-то, Крымская война. И вы спросите, а при чем тут, в общем-то, игры настольные, да, и вообще в чем дело? Сейчас расскажу. Дело в том, что Крымская война, это одна из первых войн, на которых уже в полный рост вышли современные технологии, наверное, которые мы сейчас все знаем, в виде пропаганды, военкоров, в общем-то, каких-то заметках в СМИ регулярных во время боевых действий, где, в общем, какие-то журналисты всячески пытались подать, ну, не знаю, ход военных действий, или успехи, или неуспехи, каким-то образом с пользой для себя. Так же было и в это время. То есть Крымскую войну активно, в общем-то, наши, не друзья, значит, англосаксы, они в своей прессе активно, значит, использовали именно в качестве пропаганды. И сейчас вот до игры, чтобы мы дошли, мы посмотрим, вот, например, прекрасная картиночка, карикатура, где показано запасное войско Николая Первого. Видите, да, мишки такие идут с винтовками. Вот, это так нас, ну, в принципе, ничего не поменялось. Вот, нас также и до этого видели, и сейчас так видят, видимо, некоторые. Вот, дальше, вообще замечательная тема. Здесь у нас не двухглавый орел, а сплит, как-то там, the split crow, разделенная ворона, если я ничего не ошибся, crow, это, по-моему, ворон, да? Вот, так они представляли нас, и это было именно в процессе самой войны. То есть показать о том, что Россия плохая, создать ей какой-то нехороший имидж. И тут мы плавно подвигаемся, собственно говоря, к нашей теме, к играм и к хнифатафу. Как вы уже заметили, наверное, по расположению на поле, игра что-то до боли напоминает тот самый листочек из дневника Карла фон Линнея. А что на самом деле произошло? В принципе, небольшое, отшагивая в сторону, как вы знаете, британская империя, главная империя колониальная, в общем-то, и на самом деле, мне кажется, британские производители настольных игр были одними из первых реконструкторов вообще в мире. Потому что, в общем-то, ну так, низкий слог, извините, окучивая весь мир, британцы, в общем-то, тащили с разных стран всякие разные настольные игры. И, внимание, в Британии, конкретно в Лондоне было, ну я вот знаю там, ну не десяток, чуть меньше, наверное, издательств, которые в 19 веке издавали огромное количество настольных игр самых разных регионов. Что-то они брали из Индии, внимание, Индия как раз, собственно, жемчужина британской короны. Вот, то есть, в общем-то, британские, хотел сказать ученые, британские, в общем-то, не знаю, бизнесмены, может быть, они активно брали некую экзотику, которая, кстати, в Европе была популярна. Одно время была мода там на все индийское, потом мода на Японию, мода на Китай. Вот, они просто брали и притаскивали настольные игры, интересные для них, и издавали, собственно, у себя в Лондоне. И такая одна из компаний была, Джеки и сын. Они очень много настольных игр разных самых издали, в том числе у них были там и мельницы, еще ряд исторических настольных игр. И, в общем-то, видимо, на тот момент они каким-то образом, не знаю, может, у них консультант был, может, что-то еще произошло. Они, видимо, увидели дневник Карла фон Линнея. Он был после того, как он его издал, переведен на английский язык и издан уже, ну, каким-то тиражом. И там как раз была та самая Лапланская игра. Посмотрев этот дневник, они, в общем, реконструировали похожую игру, немножко поменяли правила, об этом чуть позже скажу. И, в общем-то, издали ее вот таким образом. Но, опять же, причем тут Крымская война и вообще Россия. Внимание, знаете, кто тут король в центре? Николай Первый. Цель Николая Первого прорваться из окружения. С четырех сторон окружает его внимание. Ну, вот видите, даже, может быть, видно на фотографии, что фишки вокруг атакующих, они разного цвета. Там такая обозначена была. Я сейчас вам, наверное, покажу. Да, вот, смотрите. У нас турки, французы, англичане и еще Сардиния. Она тоже там присоединилась к этому альянсу против России. Вот. То есть, смотрите, они контекст происходящих событий в виде Крымской войны. Блин, просто поставили на настольную игру и, показав такую ситуацию, что Николай Первый, в общем-то, он окружен, значит, вокруг него весь мир. Но, внимание, на самом деле, смотрите, сейчас назад мотну. Видите, вокруг поля здесь такие, как луна такая вот по периметру на клеточках. Здесь в вариантах правил королю надо было дойти до края поля, и тогда король, то есть Николай Первый, выигрывал бы. А вот этой луной по периметру, знаете, что было обозначено? Была обозначена Турция, которую, собственно говоря, Российская империя хотела себе немножко забрать. Ну, там Константинополь, проливы, все, в общем-то, да, ничего не изменилось. Ну вот, и поэтому коалиция этих стран должна была не допустить усиления России и того, чтобы она прорвалась, значит, к территории Турции, ну, видимо, ее там захватило и так далее. То есть, в общем-то, контекст прям вроде настольная игра, вроде что-то такое, ну, не знаю, детская, несерьезная, а, в общем, тут прям мировая политика на доске. Вот. Более того, правила они поменяли, и вот мы, как практикующие игру, в общем, считаем, что вариант правил, которые предложили англичане, были несбалансированы. Причем, как вы думаете, в какую сторону? Правильно. Королю выиграть здесь при хорошем умении защитников крайне сложно, потому что король здесь ограничен в ходах. Он может максимум, по-моему, на четыре клеточки ходить. Вот. Так что, видимо, еще подстраховались, чтобы за короля было сложно выиграть. Ну, это я уж, конечно, сам шучу и придумываю. Мы не знаем точно. Но, тем не менее, в общем-то, в Лондоне, кстати, внимание, игра вышла, когда еще Крымская война шла. То есть, возможно, какой-то же военный журналист приехал в Крым, посмотрел, как там, значит, какие-нибудь эти самые французы или англичане там штурмуют Севастополь. Все это дело, значит, впечатлился, вернулся, рассказал об этом. И, в общем-то, забабахали они вот такую игру. Вот такой хнифатафл на тему пропаганды против России. Вот. Я специально не хотел современную повестку сюда вкручивать, но вы видите, что она сама по себе была там сто лет назад. Ну и что достаточно забавно. Я умолчу, конечно, что в правилах там вообще было написано всякие разные вещи, типа того, что надо убить фишки соперника, ну и называли их там определенными национальностями. Ну вот так, что делать. Вот. И игра, кстати, называлась Imperial Contest. То есть имперский, не знаю, как там контест перевести, амбиции, разделения, ну, в общем-то, типа битва империи, можно так, в принципе, рассказать. И вот, смотрите, мы прыгали сейчас по машине времени с помощью настольных игр. Вот у нас московиты против шведов в 18 веке, а здесь Крымская война, в общем-то, Николай I против целой коалиции стран. И эта тема, в принципе, показывает, насколько вообще интересный мир настольных игр исторических, и насколько он может трансформироваться в разные совершенно вроде не детские, не игровые какие-то моменты в виде вот того, что мы здесь увидели. Вот. Теперь давайте в двух словах скажем, почему я вот сразу говорил про то, что мы сделаем акцент на Скандинавии. Дело в том, что в Древней Руси у нас, по Древней Руси, у нас, как я показал вам ряд находок, у нас не так много источников по тому, во что же играли наши предки. Более того, есть понимание о том, что, возможно, нашим предкам было, именно вот если брать ту эпоху Древней Руси, вообще не до этого. Выжить бы, не то что там в настольные игры играть. Но все-таки мы понимаем, что ряд игр, пусть, например, не наших, мы знали. И, в общем-то, вполне себе играли. Но именно источников о том, что сказать, это там наша коренная, национальная, не знаю, какая-то там игра, нам сложно это сказать. Да, мы можем уверенно сказать про мельницу, что находок по ней действительно много. И можем так сказать, вообще мельницу по ряду гипотез относится вообще к индоевропейским или проиндоевропейским периодам, то есть когда это была игра у всех, и потом она просто разлетелась вот по миру, поэтому везде находят эти, собственно говоря, выбитые на камнях или там в других местах поля. Вот, поэтому из-за того, что у нас не так много источников, прежде всего документальных, то есть у нас нет вот своего какого-нибудь Карла фон Линнея, или, может, не сохранились эти данные. Поэтому у нас, конечно, есть просто крохи информации, которые мы можем черпать, вот опять же, там в былинах, в каких-то других документах. Но даже этого, в общем-то, достаточно сказать о том, что настольные игры на Руси все-таки знали. Может быть, не так много, не так хорошо, не так разнообразно, как в Европе, но, опять же, повторюсь, возможно, нам было немножко не до этого. Либо у нас все-таки немножко другой климат, и, как вы помните, большинство находок все-таки это у нас северо-запад, а там мокрый слой, тот же самый Новгород, там все просто очень хорошо сохраняется. То есть и фишки, и там вот поля деревянные, которые, например, где-нибудь в средней полосе или там южнее, они просто не сохранятся. Вот, а камня у нас все-таки не так много. Вообще, любая настольная игра, она некое отражение экономики. То есть, если у нас много дерева, ну, у нас настольные игры делали, скорее всего, там из дерева. И фишки часто, чаще всего делали из дерева. Вот, в отличие, может быть, тех же самых европейских стран, где все-таки там побогаче люди были и могли себе там позволить в игре сделать какие-то стеклянные фишки красивые или вырезать их там из кости или, в общем, что-то еще. Вот. Я, в принципе, по основным моментам, которые хотел рассказать… А, да, кстати, видите, вот в центре это у нас как раз трон, на котором стоит король. Видите, там двуглавый орел, где Николай Первый стоит. Вот. Я, в принципе, понимаю, что грузить вас там правилами, еще какими-то вариантами, наверное, слишком долго и, может быть, не нужно сейчас. Я обозначил некие основные игры, ну, в частности, три игры, да. Это Хнифатафл или те же самые Тавлии. Это Дальдоза. Ну, или вот вариант в Новгороде, как эта игра называлась, мы не знаем. Возможно, та же самая Дальдоза. И вот Мельница — это три игры, которые, в принципе, вообще, если брать до эпохи шахмата, в Европе больше всего распространены. И в том числе они есть и в Скандинавии, и, в общем-то, на Руси. И самое интересное, что мы с помощью игр можем в том числе разбивать какие-то псевдонаучные теории, например, о том, что скандинавов на Руси никогда не было, как известно. Ну, некоторые так считают. Тем, что мы просто видим конкретно по находкам даже игрового инвентаря, что это, в общем-то, вполне себе скандинавский след у нас на нашей территории. Ничего в этом такого плохого нету и страшного. Субтитры создавал DimaTorzok